Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Тёплый свет В душе твоей Новый день Пришёл открывать скорей Спонсор выпуска студия флористики Эль Парк Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, наши дорогие друзья! Пусть наполняет вас море позитива и счастья! В студии Евгения Калугина И Никита Старицын очень позитивный и весёлый Я уверена, что поднимет вам сегодня настроение просто до небесы А сегодня, мало того, что 5 число, ещё и пятничка Очень удобно, да, сегодня такой день совпадает День недели и число И сразу мы переходим к праздникам Праздники мы все любим Тем более сегодня международный день супа Вот такой праздник Для всех-всех-всех нас очень и очень примечательный Потому что нужно на обед обязательно есть суп Мы за вас очень рады, если у вас сегодня на обед будет суп Что это? Это настоящая профилактика гастрита, друзья Суп, суп нужно кушать Тем более мы, русские, так любим суп, что даже называем его первое блюдо Ух ты, как ты красиво сказал Ну это, конечно же, не я сказал, я это услышал Мне понравилось, я тоже теперь запомню Не буду я брать на себя, вот такие вот присваивать себе Сейчас же веселье обострение, надо обязательно супчик кушать Давайте-ка варите, кушайте, если вам сварили супчик А ты какой любишь? Я люблю, ну конечно же борщ В первую очередь Вообще все супы люблю, но борщ в первую очередь Я тоже Кто любит тоже борщ, ставьте лайки под этим видео Как говорится в народе А у меня, кстати, есть анекдот в тему праздника Так Значит, мы сидим, обедаем с котом Я супом, кот колбаской И я решила дать коту немножечко там курочки Положила ему туда в тарелочку Вижу, что ему нравится Это не с моим котом, это анекдот Вижу, что ему нравится Ухожу, отвечаю на телефонный звонок, прихожу А у меня в супе кусочек его колбаски Вот такая любовь Вот видите, да Какой у нас тоже заботливый кот оказывается Следующий праздник, праздник талой воды Неудивительно, что такой праздник В календаре именно сейчас Потому что весна Весна вовсю вступает в свои права Мы в городе, конечно, ее так же замечаем А вот, например, на природе Пробуждение природы еще заметней во много раз Скоро березовый сок можно будет собирать, да? Когда-то же в апреле это, по-моему Да, уже со дня на день Снег сходит и все Можно в баночки идти ставить Да, там такой запах уже весны на природе хороший Обязательно съездите куда-нибудь в лес или на речку Но опять же с осторожностью Потому что там нас поджидают Вот эти вот маленькие такие букашки Называются клещи Их нужно высматривать прямо тщательно Необычный праздник Следующий у нас день ходьбы на работы Наверное, этот праздник у каждого из нас случается Каждый день Каждый день Кроме выходных А у меня еще и по выходным И у меня тоже А следующий праздник отмечается в соседнем Китае Это день чистоты и ясности Вот такой вот красивый звучащий праздник И я тоже очень люблю, когда все кругом чисто, ясно И понятно И всегда это замечательно Согласна с тобой Полностью тебя поддерживаю в этом Следующий праздник тоже неординарный Называется День звона бубенцов на кошачьих ошейниках Вот такая музыка Красивая, наверное, музыка Тем более весной на кошках Когда звучат бубенцы у них на ошейниках Это, наверное, здорово И всегда знаешь, где его искать Где он там пакостит Вот Главное, да, главное Слышно, где он бегает Следующий праздник Как он гастрономический Это день карамели Как сладко звучит название того праздника Я же захотел карамельку Лакомство, которое можно даже постящимся Что не грех и отведать, как говорится А в народном календаре Никонов день В церковном календаре Это день почтения памяти Преподобного Никона Печерского Игумена Киева Печерской Лавры Другие названия праздника День Никона или Никон В Никонов день было принято в народе угощать Птиц крошками, зернышками и льняным семенем Верили в то, что так удастся зазвать птиц К дворам и садам Ведь птицы – вестники весны И защитники от вредителей Существовала также присказка На Никонов день Весна прислала зяблика Гонца Считалось, что именно в этот день Прилетают зяблики Люблю я вот эти народные праздники Как это все так вот, знаете, звучит Все так уютно, так тепло, так здорово С удовольствием назовем тех, кто родился в этот день В разное время 5 апреля 1622 года Это дата рождения итальянского физика и математика Ученика Галилея и Теричелли Винченцо Вивиани 5 апреля в 1938 году Родилась советская и российская актриса театра и кино Заслуженная артистка России Наталья Кустинская И именно она звонила в телефон во всем известном фильме И говорила, Галочка, ты сейчас умрешь Потрясающая новость! Якин бросил с баюки к Кипру Ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры Да, очень-очень знакомая сцена А из современников сегодня именинник Российский писатель и публицист Александр Бушков В спортивном мире сегодня тоже Отмечают день рождения И отмечают ее сегодня Российская спортсменка-боксер Чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина Мы присоединяемся ко всем поздравлениям И, конечно же, по традиции Поздравляем Всех-всех, кто сегодня празднует День рождения Здоровья вам, любви, богатства И везения во всем Будьте счастливы! С днем рождения! С днем рождения! Друзья, а мы переходим к самой долгожданной К самой интересной рубрике Гость в студии Сегодня у нас замечательный гость Настоятель Ангарского Свято-Троицкого Кафедрального собора Отец Владимир Килин Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! В самом начале нашей беседы Хотим искренне поблагодарить За то, что вы выкроили время И пришли к нам сегодня на эфир Скажите, вот первый самый вопрос Все ли обязаны соблюдать Великий Пост? Ну, действительно, мы сейчас находимся Во днях Великого Поста Это значительное событие церковного года И для тех, кто считает себя членами церкви Совершение Великопостных богослужений И определенного устава Который включает в себя не только устав О чем чаще всего говорят миряне Приема той или иной пищи Но прежде всего изменение молитвенного правила Усиление внимания к своей духовной жизни Является для членов церкви действительно обязательно Другое дело, что каждый из нас В меру собственной веры Определяет глубину своего участия В этой вечной жизни святой церкви Поэтому это вопрос индивидуальный Если вы спрашиваете о себе То я дам вам один ответ Который касается вашей духовной жизни А универсального ответа здесь, пожалуй, не найти А вообще говоря, пост является неотъемлемой частью Духовной жизни православных христиан Спасибо Отец Владимир, скажите, пожалуйста Кому позволено послабление в посте? Ну, действительно, снисходя к немощам человеческим Пост церковь послабляет тем, кто Физически не может соблюдать устав по всей строгости Это, в первую очередь, люди, которые находятся На поле брани воинам Пост послабляется в силу того, что Условия их жизни и подвига Не позволяют нести все постные обременения То же самое касается людей немощных Больных, которым пост не показан Просто по жизненным основаниям Недавно включили в список тех, кому пост послабляется Беременных женщин, снисходя к их положению Но еще раз говорю, всякий раз послабление поста Нуждается в согласовании с духовником Со священником, который может вам дать совет душеполезной Красиво сказано Да, а вот такой вопрос А почему дата Пасхи, в отличие от Рождества Постоянно меняется? Дело в том, что исчисление главного Календарного события Годы православного Пасхи Воскресение Христово связано С реальным событием, которое совершалось В реальном времени Христос совершил свою тайную вечерю Последнюю трапезу с учениками Положившую основание нашей Церкви В день Пасхи Иудейской Которая праздновалась, как мы знаем Из свидетельств исторических И священного писания Праздновалась в первое воскресенье Весеннего месяца Ниссана Календарь Иудеев Был лунным, поэтому исчисление Этого воскресного дня Оно связано с переменами в календаре В лунном И в православном уставе В христианской Церкви Принято праздновать Пасху В первое воскресенье Но не ранее Пасхи Иудейской Поэтому вот нынешний календарь Который мы знаем на других основаниях Не на лунных покоится В отношении предыдущего Сдвигается по календарю И это послужило к тому, что Главный праздник И связаны с ним события Вознесения И сошествие Духа Свидагана Апостолов То, что мы троицей называем Связаны календарно С днем Пасхи Которая в свою очередь Связана с лунным циклом А что делать человеку Который пришел к вере Но он еще пока не знает, что делать Вот с чего начать можно Такому человеку Вот опять вопрос такой Который требует индивидуального ответа Что значит пришел к вере Что значит не знает с чего начать Человек верующий в Бога Он неизбежно ищет участие В том сообществе В том институте социальном Который является церковью Христовой Вот являясь частью церкви Членом церкви Частью этого богочеловеческого организма Мы научаемся жить общей С церковью жизнью Поэтому первое Что нужно делать человеку Который ищет Своего пути В вере В православное Необходимо Прийти в храм Искать Общение со священником Участвовать В церковных Таинствах И непременно Вести личную Духовную жизнь Молиться Но опять-таки Вопрос индивидуальный Для кого-то Мысль о том Что он пришел к вере И обозначает Что он прочел первые четыре страницы Евангелия От Марка А для кого-то Это означает Что он многие годы Разные духовные пути Испытывает И понимает Что кроме Христа Пути к вечной жизни не существует Вот так что Надо прийти в храм Спасибо вам за глубокий Емкий ответ Отец Владимир Скажите пожалуйста Какие стороны поста Наиболее важны Кроме телесного воздержания Ну не только кроме А прежде телесного воздержания Пост предполагает Углубление духовной жизни Воздержание В области Человеческого Духа И отношение К ближним В этом смысле Показательна Молитва Великопостная Ефрема Сирина Которую мы читаем Всякий день Не по одному разу Господи И владыка живота моего Дух праздности Уныния Любоначалия И празднословия Не дашь тьми Ду же целомудрия Смиренно мудрия Терпение и любви Даруй ми Рабу Твоему Ей Господи Царю Даруй ми Зреть и моя Прегрешение И не осуждать брата моего Яко благословенный сего Веки веков Аминь Это глубокая Молитва Потому что она самую суть Духовного труда Великопостного Отражает Желание избавиться В себе От тех Начал Которые Нашу жизнь Замутняют Делают ее Удаленная От Бога От Безделия Праздности От Лишних Пустых слов От стремления Возвыситься над другими Любоначальствовать За счет Каких-то своих Особенных Будто бы Мнимых На самом деле Превосходств И Желание Обрести Те дары Которые Дар Любви Целомудрия Смиренно Мудрия Удивительный Добродетель Мы ее мало имеем Мы редко что-нибудь Принимаем с миром Ведь заметьте Мы все время живем В состоянии конфликта Какая бы новая вещь Или древняя Открывающаяся нам Не пришла в нашу жизнь Мы тотчас стараемся Найти ей Оппозицию Вот Проверить ее Испытать Забывая о том что Нам вообще говоря Рекомендовано не искушать Господа Бога своего Многие вещи со смирением Надо принять И тогда они начинают В тебе жить Вот это касается Осмиренно-мудрия Душа смиренно-мудрия Терпения и любви Вот О терпении говорить Очень сложно Мы сегодня прилагаем Все усилия Чтобы цели свои Достигать Ну мгновенно И с минимумом усилий Вот Потерпеть какое-то время Подождать Пока закипит молоко У нас просто Не хватает терпения Вот И естественно Дар любви Который выражается В стремлении Нести благо Ближнему Без надежды На отдачу Без Чаяния Оплаты Это великий дар Который можно только получить Вымолить И здесь Может быть важнее Чем телесное воздержание В пище Которое без сомнения В уставе поста Несет свою роль Важно Воздержание От тех Мирских Обычаев И привычек Которые зачастую Составляют Большую часть Святого Иоанна Кронштадтского Некая дама Спросила о том Чего ей не есть постом Видя ее духовное несовершенство И как сказать Некоторую Очевидную поверхность Святой вздохнул и сказал Людей не ешьте И с вас довольны Поэтому Желание Не воздержаться От зла И обрести Духовные дарования Во время поста Является Главным Его Спасибо вам Спасибо вам большое За то что пришли к нам Очень интересная Беседа Получилась Спасибо вам большое За глубину Слова Которое попало Просто как зерно Вовнутрь И прорастает Оттуда Спасибо вам за приглашение Я хотел бы воспользоваться Возможностью Обратиться К ангарчанам К нашим землякам Православным И к тем кто ищет пути в церковь С пожеланием Помощи Божией На поприще Великого поста И с радостной встречей Грядущего к нам Светлого Христового Воскресения Искренне желаю Чтобы ваши духовные усилия Приносили вам плод духовный И радовали тех Кто рядом с вами Помогай Господь И мы вновь в студии Я напоминаю Что это программа Новый день На телеканале Актис В студии Евгения Калугина И Никита Старицын А я напоминаю Что каждую пятницу У нас традиционная рубрика Познай себя Поэтому передаем слово Наталье Голиковой Смотрим Я приветствую тех Кто уже проснулся С вами Наталья Голикова И рубрика Познай себя Сегодня мы с вами Проговорим Про состояние Когда мы бываем В одиночестве Или возможно В уединении Или в состоянии Когда мы поругались Со своим супругом Может быть даже Со свекровкой Знаете такое тоже бывает Потом сидишь И переживаешь А свекровь Это мама нашего супруга Это тоже важный человек И для нашей жизни И для нашего мужа И бывает Вот сидишь И себя коришь Думаешь Да зачем я это сказала Да зачем я так сделала И здесь я вам Расскажу сегодня Одно упражнение Которое вам поможет Вернуться во внутреннее Равновесие И признать Что то что происходит Имеет место быть Но вам важно Сейчас саму себя Привести в состояние Успокоения В состояние Внутреннего Равновесия Как мы можем Это сделать Это упражнение Можно делать И днем И на ночь То есть смотря Как вы себя чувствуете И какое сейчас Время суток В чем оно заключается У каждого из нас У каждого из нас Есть мама и папа И не важно В каких вы С ними Отношениях Даже если Самых Никаких Самых нелепых Да Вы с ними вообще не общаетесь Не ругаетесь Или Ваши родители Уже в мире души Живут Не имеет значения Берете подушку Левую подушку И говорите Сегодня ты моя мама И кладете ее На кровать Берете вторую подушку Правую И говорите Сегодня Ты мой папа И также кладете ее Сзади себя На кровать И ложитесь На эти подушки Как будто Вы с мамой И папой И вы представляете Себя Как будто Вы ребенок Еще тот Три-четыре-пять лет Когда вам было Шесть А может быть вы в школу пошли В первый класс Так переживали И мама с папой Сели рядом с вами Мамочка И папочка А вы между ними И вот это состояние Успокоения Состояние заботы Состояние безопасности Которое давали ваши родители Вспоминать И наполняйтесь этим состоянием И пусть внутри вас Соединяться любовь Мамы И папы И вы поймете Что вы самые лучшие Что есть у себя И пусть ваш Сегодняшний день И неделя вперед Будут самыми Благополучными И наполненными Родительской любовью А это упражнение Вы можете делать В любой день И в любое время Когда оно вам потребуется С вами была Наталья Голикова И рубрика Познай себя А наша программа Потихонечку Завершается Потому что эфирное Время у нас Определено Друзья Мы надеемся На встречу В следующую программу Которая обязательно Состоится Всем любви Счастья Здоровья До встречи В этой студии Всем пока Пока-пока Гороскоп на 5 апреля Овин Вы наконец Можете решить Какие-то важные задачи Определиться с планами На будущее Найти новых союзников Телец Выбирайте новые Варианты деятельности Или модернизируйте старые Главное Чтобы ваши действия Уже сразу Принесли Конкретный результат Близнецы Продуктивными Окажутся деловые Переговоры Обсуждение Долгосрочных Планов Решение организационных Вопросов Рак Вероятно интересные Поездки Не исключено, что Отправиться в дорогу Придется неожиданно Времени на сборы Будет совсем мало Но вы ничего Не упустите из виду Лев Непростой день Вы чаще обычного Будете спорить с окружающими Причем из-за Всяких пустяков Дело Трудности не исключены Но вы непременно Найдете способ Преодолеть их Многим в этот день Помогут давние союзники Старые знакомые Весы Сложный день Старайтесь сохранять Спокойствие Не поддаваться на провокации И ни с кем не ссориться Скорпио Появится возможность Заняться каким-то Необычным делом Полная фокусировка Приведет к впечатляющим Результатам Стрелец Стрелец Хорошо сложатся поездки Если вы отправитесь в дорогу Вместе с членами семьи То получите массу ярких впечатлений Козерог Возможны финансовые потери Неудачные сделки Решения, касающиеся денег Нужно принимать без спешки Даже если речь идет о незначительных суммах Водолеть Сосредоточьтесь на работе У вас есть шанс добиться в ней заметных успехов Старайтесь выбирать такие дела, с которыми можно справиться самостоятельно Рыб Появится возможность Восстановить старые деловые связи Проверенные партнеры Охотно помогут в реализации ваших планов Можно делать тупые покупки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...